Спасибо за обратную связь. Так, сейчас запись поставлю. Всем здравствуйте, всем привет. Ожидала, что больше людей будет в комнате. Как минимум 500, да? Но все равно большая аудитория, молодцы, что пришли. Меня зовут Саид Гарива Юлия, я в открытом звании старшего директора нахожусь. Сегодня постараюсь вам рассказать о сути работы вообще, расскажу о себе, как я пришла, зачем, почему и так далее. Хотелось бы знать, у нас сегодня присутствуют те, кто еще не зарегистрирован в Арифлейм. Поставьте, пожалуйста, единички, если такие у нас есть. Татьяна у нас еще не зарегистрирована, да? Еще кто-нибудь есть или уже все партнеры компании? Что-то больше не видно, единичек. А, вот Ольга. Давайте поставим двоечки те, кто у нас сегодня новички на вебинаре. Двоечки ставим те, кто новички. Ох, сколько двоечек побежало. Классно. Молодцы, что пришли. Значит, вы хотите развиваться, значит, вы хотите полностью понять всю суть. Так, давайте начнем тогда. Расскажу о себе немного. Я проживаю в Казахстане, в городе Актюбинск. Мне 30 лет, замужем. Вот, есть сынок. Ему в сентябре уже 6 лет будет. Вот, сама домохозяйка. Домохозяйка уже с 2009 года, сказать. Вот, то есть, когда-то работала. Работала всего в своей жизни 2 года, получается, или даже 1,5 года. Было 2008-2009. Это было очень давно и неправда, да? Вот, и я очень рада вообще, что так получилось. Ну, как говорят же, все, что я не делаю, все к лучшему. Вот. На данный момент я предприниматель, партнер компании «Рифлейм», чему вообще не сказанно рада, безумно рада. Вот мое свидетельство о государственной регистрации, регистрации ИП. Вот. Я еще в прошлом году его открыла. То есть, я получаю денежки свои на расчетный счет в банке. То есть, поначалу, как мы знаем, да, что наши доходы копятся у нас в личном кабинете на номере консульта. Когда открываешь у нас индивидуальное предпринимательство, то уже получаю на руки на счет в банке. Какая вообще я была до «Рифлейм», да, как вообще я жила, у меня было чего не было. Ну, я была, как, наверное, большинство тех, кто у нас регистрируется, да, мамочек в декрете. Ну, даже не в декрете, просто у меня не было работы. Мамочка с ребенком, давайте. Ну, и, конечно, понимала, что когда-нибудь мне придется ее искать. То есть, если из декрета мне выходить было некуда. Ну, что у нас было? Съемная квартира. Снимали квартиру мы. И сейчас пока что живем на съемной. Ну, конечно, один работал, так как я с сыночком дома сидела. Ну, по зарплате как бы мужа впритык, как-то все рассчитывали по копеечкам. Я понимала, что нужно что-то менять. Пыталась бизнес свой как-то откуда, там, женскими вещами заниматься. Но, в конце концов, бросила эту затею, потому что нужно было много денег. Как мы знаем, чтобы открыть какой-то магазин, бутик, это в долги влезешь по самые уши. Вот. Такая вот у меня вообще жизнь была до Replay. Я зарегистрировала в 2016 году. То есть, у меня уже в этом году, в мае, будет 3 года. Что же я имею сейчас? Вот, вчера получила свежую такую справочку. Мне перечислили мою зарплату. Я перечисляю раз в 3 недели. Плюс перечислили премию за директорское звание 1000 долларов. То есть, в пересчете на тенге, на тенге, так как я живу в Казахстане. Вот, зарплата моя за 3 недели составила 106,5 примерно 1000 тенге. На рубли в пересчете нужно делить, ну, примерно на 5. Сейчас. Вот. И единоразовое вознаграждение, то есть, это и есть премия. 1000 долларов, то есть, считается по курсу. Получилось 343 тысячи тенге. Это просто премия. Вот мои девчонки, да, вчера я делилась в своем чате. Были в шоке, да, почему, то есть, не почему, а были в шоке от того, что премия больше зарплаты. И вообще ни на одной работе, да, никогда не начислят, никогда не дадут премию такую громадную. Вот. Ну, я думаю, эти директорские премии будут впереди. Ого-го, да. Компания очень к нам благосклонна, лояльна и никогда не обижает, наоборот, поощряет такими суммами. Тем более, работая дома. Что я уже получила? Что я уже получила? Ну, естественно, стали исполняться мои мечты. Пусть, как бы, суммы не такие прям громадные, которые я зарабатываю, но их уже хватает на их осуществление. Ну, мечты у меня, конечно, очень много, но некоторые уже исполняются. В мае 2015 года мы съездили с семьей в Турцию, отдохнули. Я первый раз увидела море. Вот. Это было просто шик. Эмоции было вау. Вообще просто супер. Вот. Всегда хотела с дельфином сфотографироваться и потрогать его, да. Оказывается, они такие хорошенькие, такие вообще добрые. Да и вообще, как бы, такое чувство было, ну, осознание того, что я это могу. Ну, получается, это я на свою первую зарплату, можно сказать, решила свозить свою семью в Турцию отдохнуть, потому что мы никогда нигде не были, чтобы вот так вот на море где-то. Максимум, то, что было, это речка в нашем городе. И все. Вот. Дальше что? Сейчас я все расскажу. А, и немножко соврала. Путевка в Турцию, это была как бы на втором месте. На первом месте, вот я думала, сейчас получу деньги, я куплю себе посудомоечную машину. Ну, естественно, по согласованию с мужем. Ну, кушать мы любим, посуду у нас всегда грязная много, а мыть ее ручками, полдня стоять как-то не особо хочется. Поэтому была вот у меня такая мечта. Была мечта, как бы, чтобы Бори Флейм как бы в подарок получить. У нас бывают же акции в бытовой технике, но что-то такая акция не попадалась. Вот. И, ну, думаю, чем... Чем дитя не тешилось, да? Давай все-таки куплю посудомойку. Я ее обозвала своей ласточкой, как вот мужчины называют свой автомобиль ласточкой, она у меня ласточкой теперь. Стоит на кухне и помогает мне мыть посуду. Вот. Была несказанно рада. Вообще такая удобная вещь оказывается. Вот. Многие скажут, возможно, роскошь, да? Многие, возможно, не поймут. Мужчины, бывает, не понимают, да? Что вот современным женщинам уже лень руками посудить. Но я подумала, что лучше время сэкономить и побольше уделить работе. Перелистнул слайд. Перелистнула. Вот. Также, немножко позже, мы купили себе моющий пылесос. Ну, мы живем не на своей квартире, не на съемной. И, как бы, здесь есть ковры, но, ну, как-то до нас неизвестно, кто здесь ходил, да, кто, какими ногами, извиняюсь. И как-то всегда хотелось, вот, моющий пылесос, чтобы вот по чистым коврам ходить. Да, и не только, как бы, на перспективу, да, своя квартира будет. И эта вещь, как бы, такая вот незаменимая. Можно и ковры мыть, и полы мыть, и так далее. Вот. Так что купили такой моющий пылесос. Томас себя, он оправдал, очень мощный, классный и вообще выручает. И самая такая главная покупка, ну, я честно скажу, что это, как бы, не на деньги, которые я заработала. Пока что я не зарабатываю прям миллионы. Но мы купили квартиру. Вот. Этим летом, в общем, 2015 года, купили квартиру. Но мы ее купили, как бы, на скопленные средства. Заслуга в этом больше мужа, чем моя. Но, получается, там вообще нет ремонта. Вообще. И там, как бы, нужно все менять, там все вот такое, знаете, сэгэ. И ремонт, оказывается, очень дорогостоящая вещь. Вообще, я даже себе не представляла. И нужно очень много денег, и это не сделаешь за два месяца. Мы уже, ну вот, получается, с конца лета сделаем там ремонт. Но финансы, именно которые зарабатываю я, они очень помогают в этом. Если я не работала, я не знаю, когда мы вообще смогли бы сделать этот ремонт. Но, я думаю, несколько месяцев, и уже все будет готово. Фотографии я не выставлю, потому что показывать пока нечего. Там реально было все с нуля, там просто все снесли. Вот просто стояла коробка. Сейчас там есть и пол новый, сейчас там стоят стены, там, что еще, ну, батареи, окна и так далее. Но там показывать как-то нечего, просто как бы стоят стены. Поэтому лучше покажу, когда все будет готово, с мебелью и так далее. Ну, к змеи, я надеюсь, переедем, потому что планируем так. Вот. Вот я думаю, как же вообще я бы могла хотя бы даже себе посудомоточную машину позволить, если бы я не работала. Да никак просто. Мне бы пришлось идти на работу, там где-то за 60 тысяч с деньгем устраиваться, ребенка в садик и так далее. Но об этом я чуть позже еще расскажу, о своих общих чувствах, мыслях. Вот наша лестница успеха Арифлейм. Я нахожусь всего лишь здесь, в этом красном квадратике, в закрытом звании директора, в открытом звании старшего директора. Еще очень много ступенек, очень много денежек, много доходов, путешествий и так далее. Почему Арифлейм? Почему я именно выбрала Арифлейм? Ну, когда пришло бизнес-предложение, раньше работали бизнес-предложением на почту. Я-то прочитала, и первая мысль была, ну, я все равно пользуюсь продукцией, почему бы нельзя зарегистрироваться? Тем более тогда, ну, как я пользовалась? У меня подружка занималась, по каталогам собирала просто. Я... А, и я не надоела бы. Я думаю, если она не будет заниматься, то мне нужно где-то продукцию брать. Она меня конкретно подсадила на Арифлейм. И вот я зарегистрировалась, но в течение пары часов я поняла, что не просто хочу брать продукцию, а хочу здесь реально строить бизнес. Потому что это... Мне показалось такой простой системой, такая простая система, это, ну, о которой я вам сейчас расскажу, то, что же нужно делать, да? Итак, почему Арифлейм? Ну, во-первых, это бизнес с нуля. У меня нет денег, у моей семьи нет денег, чтобы развивать какой-то бизнес с вложениями. Да, открыть какой-то магазин, даже самый продуктовый, там нужна и аренда, и закуп продуктов, и тому подобные прелести. Пока вылезешь из долгов, ну, никогда не хотелось иметь долги и влазить в кредиты. Это бизнес с нуля, то, о чём я всегда мечтала. Работа только в сети интернет. Не нужно никуда ходить, не нужно ни с... вот... ни с какими знакомыми, друзьями разговаривать, да, рассказывать им. Ну, я это просто не люблю. Я знаю людей, у которых это очень хорошо получается, работать со знакомыми, друзьями. Ну, у меня так не получалось, поэтому перспектива интернета меня очень привлекла. В удобное для меня время. То есть я могу работать ночью, могу работать днём, любую свободную минуту. Сейчас я могу работать и с сотки. Кстати, вот не похвасталась, ещё и сотовый телефон себе купила. Вот, у меня уже счёт на то, что я купила, уже как-то забывается. Хорошая телекупила, чтобы можно было реально работать с телефона. Вот. Что здесь ещё? Здесь быстрый роза. Когда я регистрировалась, система обучения была, ну, не такая, как сейчас. Как-то... Тогда всё равно нужно было что-то искать самой. Хотя спонсоры всегда помогали. Всегда была, как бы, информация в помощь. Но всё равно было не так. Ну, у меня были свои причины, почему я росла не так быстро. Но сейчас, вот, буквально за 2-2,5-3 месяца, я смотрю, наши партнёры выходят на 22%. 22%, да, открывают звание директа. Это просто супер. Бесплатное онлайн-обучение. То есть не нужно ходить на какие-то семинары, не нужно, там, какие-то встречи у себя в городе, например, устраивать. Всё через интернет. Без продаж. Я продавать не люблю. Я за это время ему ничего не продала. Ну, потому что просто не лежит к этому душа. Я просто пользуюсь сама. Ну, единственное, что у меня, бывает, подружки просят каталоги, и, естественно, я им не отказываю. Что ещё меня привлекло? Привлекло меня то, что можно передать по наследству. То есть сейчас я, например, этим занимаюсь, мне это нравится, но, возможно, через несколько лет мне захочется заниматься чем-то другим, да. И я могу оставить своему ребёнку, например, это в наследство. Тем более у нас есть пассивный доход. То есть можно не работать с какого-то момента, а все деньги будете получать всю жизнь. Автомобильная программа. То есть здесь два даже варианта. Можно получить автомобиль на очень выгодных условиях кредитования, а можно получить просто в подарок, но там уже более высокие уровни дохода должны быть. То есть уровни по карьерной лестнице. Путешествия у нас сейчас даже с уровня менеджера. Проходят вот уже второй год. Получается в Антару или сейчас перевели в Сочи. Конференция для менеджеров. Ну и, конечно, 17 зарплат в году, бонусы, премии, то есть денежки. То, для чего мы сюда пришли. Да, я из города Акцюбинск. Что же нужно делать? На самом деле это три простых действия, просто элементарных действия. И важно понять эту систему, и тогда вас ждет успех, когда вы именно поймете эту систему. Но ее несложно понять. Итак, первое – это личное потребление продукции. Второе – это рекрутирование и работа группы. То есть рекрутирование – это, другими словами, приглашение людей. Мы делаем рекламу, приглашаем людей. И это обучение. Конечно же, без обучения просто ничего не получится. Особенно, если для вас это новая деятельность. Разберем поподробнее. Личное потребление. Ну, сами посудите, мы каждый день или каждый период времени ходим в магазин, в супермаркет и покупаем те же шампуни, мыло, зубные листы, что еще? Туши, витамины. Мы в аптеку ходим, покупаем витамины, лекарства и так далее. Все мы покупаем. Где-то мы делаем выгоду кому-то и нам за это ну, дадут максимум 2% скидки, да? И там, хозяин магазина даже спасибо нам не скажет. Вот. То есть, просто так выкидываем деньги, можно сказать, без выгоды для себя. Ну, помоемся мы этим шампунем, он закончится, нужно будет покупать новую. И все по замокругу. Как мы работаем здесь? Мы просто меняем магазин, в котором мы покупали всегда, все покупали, да? На свой интернет-бутик со шведской продукцией. У каждого есть свой кабинет и свой интернет-магазин, можно сказать. Берем мы со скидками о 20%. Такую скидку магазин вряд ли нам дадут. То есть, зачем выгоду делать конкурентам, если мы развиваем свой бизнес и зачем покупать чужих магазинов, если у нас свой магазин. Согласитесь? Вот. Тем более, продукция не сказать, что очень дорогая, она нормальной цены. Если взять в расчет качество, то, конечно же, магазинная продукция гораздо, ну, уступает, в общем, продукции Reflame. Тем более, есть такая линейка у нас Wellness, линейка здоровых питаний, витамины, протеиновые коктейли, батончики, супы. Вот. То есть, можно просто поддерживать свое здоровье и больше не ходить в аптеку. А если и заболели, то это поможет вам быстро восстановиться и тоже не потратиться в аптеке. Я этим эффективно пользуюсь и многие партнеры из нашей команды. Вот. Дальше что? Что нужно делать? Рекрутирование и работа с группой. Как мы это делаем? Мы создаем странички в соцсетях или вас сами находят. Вы развиваете свой личный бренд, заполняете странички, как положено. Люди читают, видят эту информацию и вам, возможно, сами пишут, звонят или каким-то другим способом. Что нужно делать дальше? Человек заинтересовался, нужно дать информацию. информацию можно давать разными способами, можно давать посредством сайта. Сайт у нас дается бесплатно для рекрутинга. Далее нужно человека зарегистрировать команду и научить тому, что вы умеете сами. То есть приглашаете людей так же, рассказываете так же, как рассказывают или рассказали уже вам. о работе. Бесплатное обучение. Это очень большой плюс, то, что обучение бесплатное, не нужно платить за какие-то курсы, у нас оно включено. Обучение в процессе работы, то есть берете теорию и сразу же воплощаете ее на практике. Из чего состоит обучение? Это, конечно, внары. Как вы сидите сейчас на вебинаре, такие же вебинары проходят по разным тематикам, рекрутированию и по другим темам. Обучающие сайты школы новичка, письма, инструкции, вообще любой ваш вопрос, наверное, есть у нас уже видеоинструкции, которые лидеры и не только лидеры снимают. также у нас огромная такая командная помощь. Без команды, наверное, очень было бы тяжело быть ночью, а командой мы работаем, все друг другу помогаем. Также помощь спонсора. Спонсор после регистрации вас не оставит. Нужно обращаться к спонсору, если у вас есть вопросы. Самый глупый вопрос, это тот вопрос, который не был задан. и, конечно же, интернет в помощь. Развив себе лидерские качества и все-таки пытаемся искать сами информацию в интернете. Итак, подведем итог, что же нужно делать. Какие действия? Это личное потребление продукции, это рекрутирование и работа с группой. Работа с группой нужна обязательно, потому что вы обязаны их научить тому, что умеете сами. И обучение. Вот три кита. Еще раз покажу свою справочку, может кто-то опоздал, может кто-то не увидел. У нас 17 зарплат в году и получается у нас каждая зарплата раз в три недели. получая перерасчете на месяц у меня 150 тысяч тенге или это если в рублях то 30 тысяч рублей. Пойдем дальше. Также свидетельство свое о государственной регистрации. То есть у меня ИП, я плачу налоги раз в полгода у нас. это гораздо вообще выгоднее, чем работа по найму. Я работала, насколько помню, у меня было 23% от зарплаты у меня удержим. То есть по контракту у меня было 80 тысяч зарплат, а вы давали мне на руки 60. Согласитесь, вообще разница такая просто огромная. 27 тысяч просто никуда. теперь получается я плачу налогов всего 3% и это вообще неощутимо с учетом того, что я хорошо в принципе зарабатываю. Зачем вообще нужен мне был Арифлейн? Хотела бы с вами поделиться. Ну, как я уже говорила, наверное, сегодня один раз большое желание иметь свой бизнес. нежелание ребенка отдавать в сад. Ну, сколько было, что вот ребенок идет в сад, потом постоянно насморк, постоянно какие-то куды, болезни и так далее. Ну, конечно, это может как бы закалять иммунитет ребенка, тоже такое слышно-наслышно, но не хотелось, чтобы моего ребенка воспитывала какая-то чужая тетя. также я не люблю вставать по утрам, не люблю вообще вставать по будильнику, для меня это как какая-то каторга, поэтому я люблю поспать. Я лучше посижу по работе ночью, да, почти до утра, но я посплю до обеда. Вот. Конечно же хочется и хотелось быть успешными родителями, подавать пример ребенку, да, чтобы не работа, дом, работа, живут большинство людей, а ребенок бы видел, что родители успешные, что родители хорошо зарабатывают, и, ну, какое воспитание, да, какой пример подадут семье, таким будет ребенок, я считаю. Ну, это спорный вопрос. Я могу научить ребенку сама тому, что ему нужно. И он может ходить на дополнительные секции, общаться с детьми, кроме сада, где-то в другом месте. Он у меня ходит на тренировки по карате и достаточно, я думаю, там общается. ну, давайте не будем спорить, это у каждого свое мнение, каждый родитель видит сам, что лучше его ребенку. конечно же, у меня в росте были аж были сомнения, куда же без этого, да? Тараканов было, конечно, много. Я, во-первых, не верила в себя. Ну, я видела, что система очень проста, я видела, что система очень доходна, да, видела, на тот момент обращала внимание на доходы, а не черны, больше, да, и знала, что здесь это все реально. Ну, я как бы не верила в себя, потому что просто была такой неуверенный человек. Конечно, понимала, что нужно в конце концов когда-то развиваться, когда-то браться за себя, ну, и взялась за себя, да, и для этого мне понадобилось возможности времени, чем другим, кто здесь растет быстрее. то есть в компании как бы с вами не было, только в себе. И это преодолевается, на это понадобилось, конечно, время, но это все преодолевается, все это решаемое, главное, чтобы было желание. Что самое такое смешное, наверное, интересное, спонсора я слушала, но делаю всегда по-своему. Ну, я всегда так раньше делала, что я слушаю кого-то и сделаю совершенно наоборот. Ну, вот такая вот я была. Сейчас, конечно, у меня как-то больше было с разума звучит, да, что лучше все-таки послушать опытного человека. Ну, и не слушала я, конечно, не слушала, но потом, когда у меня все прахом, в общем, пошло, я поняла, что прислушиваться все-таки надо. и когда я стала прислушиваться, вот тогда у меня прошел рост. То есть, в конце концов, у меня команда разбегалась, да, так как вообще я считала ненужным общаться о чем-то, кроме работы с теми, кто зарегистрировался у меня. То есть, по работе пообщалась, так, с ума как-то и все. Но, на самом деле, у нас бизнес отношений, нужно построить дружеские отношения с каждым активным партнером. Вот. И тогда вот реально идет хороший рост. Также я не читала книги. Не читала книги, хотя тоже советовала. Реально вот хороший рост у меня пошел, наверное, после года работы. Через год и девять от начала регистрации я открыла вот директора. Когда вот я говорю о своих ошибках, хотелось бы, чтобы другие не повторяли. Чтобы другие не повторяли, учились на чужих ошибках. Конечно, на своих ошибках учиться как бы эффективнее, можно сказать, да, на грабли наступишь несколько раз, потом начнешь что-то делать по-другому, да, обходить эти грабли. Или поднимешь их с земли. Конечно же, я вот всем-всем советую, очень советую прислушиваться всегда спонсорам. Спонсорам. То, что говорят, можно в точности делать. Потому что у этих людей уже есть свой опыт, и они могут вас чем научить. Да, в интернете очень много книг. сейчас я читаю книгу Ронда Берн, называется она «Сила». Смысл в ней, то есть суть в ней как в фильме «Секрет», только гораздо глубже. Фильм «Секрет» как-то посмотришь, да, закон притяжения, закон притяжения, ну и все. А как его использовать, именно говорится в книге. Так что советую всем начать читать книжки, даже если вы только-только зарегистрировались или даже еще не зарегистрировались, вам это очень поможет, чтобы добиться успеха. Какие еще плюсы? Конечно же поддерживал меня муж. Многих, я знаю, супруги не поддерживают, ну-то я не знаю по каким-то там своим, из-за своих таракашек, что возможно жена будет работать и семье меньше времени уделять и тому подобное. Ну, у каждого мужчины возможно свои тараканы, да. Очень хорошо, когда супруг поддерживает. Ну, я до этого, вообще до регистрации сидела, играла в различные фермы в моем мире. Вот, и муж сказал, хотя бы в ферму играть не будешь, говорит. Хоть бы чем-то занималась, может и копейку принесет. Вот так. Ну, я думаю, ну, хорошо. И начала работать. Вот, и в конце концов, конечно, вылилась в доходы, конечно же, копеечку я в дом принесла. И муж, конечно же, был на седьмом небе от счастья, когда увидел мою первую зарплату. Также, какие плюсы работают дома? Мне не нужно тратиться на дорогу, на работу, да, не нужно тратиться на водную одежду. Все, что у меня осталось, какая одежда, да, офисная, это с тех времен, когда я работала еще в 2008-1939 годах. Вот, вот это вот, например, рубашечка. Я ничего такое, естественно, не покупаю, какие-то костюмы, мне это не нужно. я могу дома работать и в хате, да. Могу уделить, уделить семье максимум времени. То есть, если бы я работала где-то по-настоящему, я бы, ну, совсем немножко видела бы своего ребенка, считайте, я бы с его утром отводила, вечером бы я забирала, у меня буквально оставалось бы пару часов до того, даже спать. А нужно было бы еще приготовить, кушать, можно было с мужем пообщаться и как-то за собой плаживать, ну, скорее всего, валилась бы без ног. Я также свободна от отпусков, от больничных и так далее, потому что отпуск я могу устроить себе в любой момент, когда мне это будет нужно, да. если у меня кто-то со здоровьем случилось, я, естественно, не бегу к начальству, чтобы взять бочный, да. Я просто спокойно болею себе в постели. Тоже не на ногах. Это огромные плюсы, потому что, ну, согласно работе по найму, нужно, ну, как бы отпрашиваться постоянно, да, тем более, если дети, ну, ребенок, дети, то могут и вообще на работу не взять. Скажут, вот у тебя ребенок, ты по больничной бегать будешь. Тем более, если ребенок уходит в сад, да, и часто, как случается в большинстве случаев. Я такого не хотела. То есть, я имею сейчас время для семьи, время для ухода за собой, для поддержки здоровья с нашей замечательной продукцией Wellness. Занимаюсь спортом, бегаю, например, каждый день на беговой дорожке, что-то еще, так вот, по мелочам, так полчасика, 20 минут, полчасика в день, и вообще чувствую себя как полноценным человеком. Ну, подведем итог теперь. Что же нужно делать, да, чтобы у вас все это было и было намного больше вообще, что вы желаете, что вы хотите, о чем вы мечтаете, что же нужно делать у нас здесь. Конечно, сменить магазин на свой интернет-бутик, то есть, пользоваться продукцией, брать у себя, но это просто нелогично брать еще, если у вас есть в магазине. Рассказывать людям в интернете о возможностях заработка. То есть, мы строим сеть потребителей. Сеть потребителей, да, люди всегда потребляли подобного рода продукцию, средства гигиены, да, люди всегда мылись и будут мыться. Ну, то есть, не всегда мылись, когда-то не мылись, но сейчас мир у нас цивилизованный, да, люди мыться будут 100%. Вот. И, конечно же, обучаться самим, обучать и курировать свою группу, свою команду, учить их тому, что вы знаете сами. А чтобы знать самим, нужно, конечно же, обучаться. Просто так прийти, чтобы вам свалились деньги, здесь такого нет. Это законная и легальная деятельность. ну, возможно, кому-то, кто-то подумает, что на таких простых действиях нельзя заработать большие деньги. Хочу сказать вам, что вы ошибаетесь. Доказательства я вам сегодня представила. Ну, вот, понимаете, да, возможно, это риторический вопрос, это вообще просто или сложно? Что проще? Что проще? Работать в офисе, когда у вас начальник над головой стоит? Или работать у себя дома, рядом с семьей? Ну, наверное, вопрос риторический. Кто сомневается, конечно же, пробуйте. Если вы не будете пробовать, то ничего и не получите, да? Ну, в общем, у меня на сегодня всё. Такая позитивная картинка вам напоследок. Кто ещё сидит в своей ракушке, кто ещё не избавился от своих тараканов, у вас всё будет хорошо. Выгоните тараканов, выйдите из своей зоны комфорта, если вы хотите вообще улучшить ваш уровень жизни, то просто скажите себе, то у вас всё будет хорошо. Спасибо и вам, что пришли. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok